Да, одна-то лампочка не работает, вот так вот люди приобретают двухсотые, и, между прочим, у меня он уже второй, да-да, второй, ведь в обзоре я уже рассказывал, что, скорее всего, тот продам и приобрету себе новый, и тут почти всё, как я хотел. Хотел его купить по дешёвке, и с таким обвесом, и да, я купил его ниже, чем цена БУ, и единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы тут были детали, но, естественно, их нет, но, кстати говоря, друзья, есть ещё один вопрос, давайте заедем в покрасочную дорогу. Дорогие друзья, всем весёлого настроения, с вами Олежа Веселов, и, знаете, у меня такая дилемма... Дилемма, дилемма, э... Не, ну у меня, конечно, была дилемма, но она не столь серьёзная была, а тут появляется ещё вторая. Ну что ж, с третьей попыточки мы заходим на сервер, и снова залазим по красочную, и, слава богу, здесь всё хорошо. А дилемма состоит в том, что, вот смотрите, цвет, он такой голубенький, такой нежно-голубой, я бы сказал, да? Но, смотрите, мне, в принципе, понравился вот ещё, если вот такой цвет поставить, тоже какой-то нежно-розовый, может быть, даже вот такой вот немного, и я вот не знаю, стоит ли оставить нежно-голубой, или вот такой нежно-розовый, вот такой нежно-фиолетовенький, вот что-то примерно может быть между вот этими цветами. Я не знаю, ну, если вам есть предложить, какой попробовать цвет поставить, то обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, естественно, чтобы не растягивать, мы сразу отправляемся в тюнинг двигателя. Так, тут понаставили машин, тут везде вон тюнятся люди туда и сюда, и давайте, наверное, покупать. Я не знаю, возможно, еще сегодня даже прикупим стандартные кейсы, но давайте для начала возьмем 25 штучек вот этих за кристаллики. Всего потратим 200 кристаллов и посмотрим, что из этого выпадет. Потратил я, по-моему, 280 кристаллов и 3 миллиона, чтобы, собственно говоря, вот выбить вот такие. То есть у меня и желтый, и красный движок есть, и зелененькие детальки. Но единственное, что мешается, это фиолетовые свечи, поэтому хотелось бы как-то их, ну, заменить. И причем прикол в том, что первые 30 кейсов мне не попадали свечи, и только потом одна единственная свеча выпала. Это вот фиолетовая. А покупал я, естественно, за кристаллы, потом купил за валюту, ну, за рубли, короче, стандартный кристальный кейс. И все, что, в принципе, выпало, вот вы видите сейчас на своих экранах. То есть много синевы, однако. И давайте-ка посмотрим хотя бы на таких деталях, сколько едет 200-й. Так, сейчас главное, выезжаем на эту дорогу. Так, можно даже чип немного сменить на другой. 317, 318. Да, знаете, уже, ну, уже неплохо, да? Это, по крайней мере, не 270, это уже 318. Ну, можно сказать, 320. И попробуем, давайте, у меня есть идея. У меня есть идея. Давайте попробуем открыть по 5 кейсов. То есть каждого по 5 кейсов. Так, а у меня еще тут неоткрытый один кейс. Вот оно что. Ну, зелененькая деталь тоже выпала, что очень неплохо. Опа, желтенькая выпала. Но, к сожалению, мне эта фигня желтая не нужна, потому что это амотизаторы. Они только сцеплению дают и как бы так. О, стоп, 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 стоп. Это надо еще вот этих 5 купить. И тогда уже будем смотреть на... О, еще желтая одна. Еще желтый движок. Ну, да, единственное, когда мне уже движок красный, мне нужно, чтобы желтый выпал. Но еще хорошо тем, что... Так, а, давайте-ка посмотрим. Плюс 4 и посмотрим, сколько даст это. Плюс 4, плюс 5. То есть мы уже 319 едем. Это хорошо. О, свечки зеленые. Свечки, так, плюс 2. Смотрим. И тут, если плюс 3 будет, это вообще идеально. Все, 320. 320 максималка у нас должна быть. Ну, а если так посмотреть, то нам хватит еще... Еще один крузак хотя бы в зеленый сделать. Ну, и немного желтого, естественно. Давайте проверим теперь максималочку. К сожалению, да, красных деталей мало выпало. Но хотелось бы, конечно, побольше. Ой-ой-ой-ой. Прыгаем. Так. 320, 319. Ну, да. В принципе, смотрите. 270 и 320. Разница в 50 км в час. И это при том то, что одна красная деталь и... Сколько? Две или три желтых. Сколько было две или три желтых? Блин, я не помню. Черт возьми. Давайте еще раз заедем. Вот так вот. Сверху просто. На геру запрыгнем. Нормально. Обычная движуха. Три желтые детали. Три зеленые. Нет. Четыре зеленых. Три желтых и одна красненькая. Знаете, очень даже неплохо. И давайте-ка я сейчас продам все. И посмотрю, что по деньгам выйдет. И, возможно, еще попробуем. По деньгам вышло около двух мультов. И я решил все-таки зеленый оставить. Возможно, возможно, я прикуплю еще один. И протюнить его на зеленый. И перепродать дороже. Но, знаете, вот, блин, что мне не хотелось бы. Так это самому выбивать. Потому что это не совсем выгодно. Давайте еще по пять все-таки купим. А это выгоднее будет проще. Ну, реально, проще. Купить будет где-нибудь на аукционе у кого-нибудь. С деталями уже. С желтыми. Там, пускай это за это все. За пять лямов заплатишь. Но, при этом, ты точно будешь знать, что там желтые и красные детали. А не вот это вот там. Что у тебя может зеленые. Может вообще ни одной красной быть. И туда-сюда. И вот так вот, да. А, по-моему, ничего такого не выпало, да. Да. Обиденько. Ну, что, получается у нас такой сегодня крузак. Ну, знаете, плюс 50 к максималке тоже неплохо. Ну, шо, ребят. Какой автомобиль сможет пролететь этот небольшой водоем, да? Нормально, нормально. Слушайте, для трюка, в принципе, он довольно-таки неплохо. Скорости хватает. Но, опять же, хотелось бы, конечно, скорость, возможно, 370-380. Так как это намного проще, конечно. Ну, а прыгать кто будет? Кто будет прыгать? Ну, блин. Как меня бесят эти чипы меняться не в ту сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, конечно, не фулл красный 200-ый. Но, согласитесь же, плюс 50 прибавка к скорости довольно-таки неплохо. Получилась такая небольшая серия. И не сказать, что было неудачно, но также и не сказать, что это было удачно. Где-то что-то между. Одна красная, три желтых и остальное зеленая тоже неплохо. А если вы еще не смотрели обзор на 200-ый Ланг Крузер, то тыкайте на появившееся видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА